Прямым ходом из Москвы. Это самая первая партия, поступившая в Приангарье. Новые учебники пока не видел никто, даже учителя. Вот он, новый учебник по новому предмету для четвероклассников. Основы мировых культур и светской этики. Это пособие предназначено для изучения направления светская этика. Учебники принимает учитель Мария Выборова. Именно ей предстоит читать курс в 11-й школе. В течение трех месяцев она проходила спецподготовку. Предмет один, а направление сразу шесть. Светская этика, история мировых религий, основы православия, ислама, буддизма, иудаизма. Преподаватель освоила сразу шесть. Это важный курс, который детям нужен. Потому что на всех уроках где-то мелько проскальзывает, а здесь уже конкретно точно мы с детьми будем говорить, что такое нравственность, добро и зло. То есть это для них более точно будет уже сформулировано. Формулировал для четвероклассников определение понятий добро, зло, порог, альтруизм, эгоизм, профессор, доктор педагогических наук Александр Данилюк. С формулировками коллеги согласились члены двух российских академий – образование и наук. Учебник хорошо проиллюстрирован и, по общему мнению, заслужил право на место в школьных ранцах. Тема первого урока для всех направлений одна – Россия – наша Родина. В этом уроке мы с ребятами будем говорить, что такое Отечество, что такое Родина. Также узнаем, что такое культурные традиции. Дальше по программе каждый школьник будет изучать то направление, которое заранее выбрали его родители. В 11-й школе предпочтение отдано основам мировых религий. А вот по области следующие показатели. 63% родителей будущих четвероклассников выбрали основы светской этики. 18% предпочли православие. 17% – основы мировых религий. На буддизм, ислам, иудаизм пришлось менее 1%. Мы знаем, в каком мире живем, и хотелось бы больше нравственности именно в детях, искоренять то зло, которое, в общем-то, накоплено сейчас в людях. И именно вот этот курс предназначен для того, чтобы дети наши стали добрее, научились отличать добро и зло. Поэтому я считаю, что очень полезный курс. Все учебники по новому курсу должны поступить в школы до 1 сентября. В регион было закуплено более 75 тысяч пособий для учеников, учителей и их родителей. Всего же из областного бюджета на эти цели было выделено более 8 миллионов рублей. Кстати, никаких отметок решено не ставить. И зачета, или экзамена по итогам курса не проводить. А сами занятия будут напоминать скорее дружеские беседы. Ирина Гапунчик, Виктор Тагмитов. Новости Сеч.